И всем привет, ребята, с вами я, Муллинг, и сегодня я покажу, как настраивать Велосити на абсолютно любую версию Майнкрафта. Можете находиться 1.12, 2.1.16.5 и вообще абсолютно любой версии. Но я перед началом советую поставить лайк на это видео и подписаться на канал Муллинг, если я стараюсь записывать это видео для вас, чтобы вы смогли создать свой офигенский, самый лучший проект. Ну, а мы начинаем, и долго не заставить в это видео, погнали. Буду настраивать Велосити и делать его на хостинге Bittrex Noise. Как вы видите, у меня уже тут есть 3 сервера, сам Лобби, Велосити и сам Гейм Режим. То есть, это может быть PvP, анархия, просто выживание, грипп, вообще абсолютно любое. Также при создании сервера на этом хостинге можете ввести мой промокод, вот этот промокодик можете ввести, это вот так, ну, реферальная система, очень полезно. Кстати, тут очень хорошие всякие данные, ну, короче, погнали. Вот мы создаем 3 сервера, Лобби, Велосити и Гейм Режим, сам Режим. Получается, Велосити нужен для связки с Лобби и Гейм Режимом. То есть, заходим на Велосити, переходим в Лобби и потом уже в сам Гейм Режим. Для того, чтобы уже создавать, начать, переходим в панель управления. Для начала переходим во вкладку Велосити. Ну, Велосити, вообще, хоть как можно читать по факту, вот. К самому началу заходим в Startup и тут оставляем все по дефолту, Java 17. Но если у вас стояло Java 8, то меняем на Java 17. Далее я оставлю в описании ссылку на готовые Велосити, почти готовые, где кое-что надо будет изменить. Поэтому это и легкий способ, смотрите в описании. Вот, получается, вот сюда заходим и вот сюда выгружаем. После того, как вы выгрузили, то нажимаем Unarchive. Кстати, вы заметили, что у меня уже были некоторые готовые. Это потому, что на этом хостинге можно сразу выбрать Велосити, ядро и все будет практически готово. Итак, когда уже он стал развернутым, удаляем Велосити.zip. Ждем, пока удалится. И потом заходим в файл Велосити.tomal. И находим вторую строку, вот эту вот. Получается, тут мы должны указать порт. Получается, заходим в консоль. Потом, видите, вот 251, ой, 25771. Вот это вот мы копируем. Ctrl-C. Файлы. Опять Велосити.tomal. И вот сюда вот мы вставляем порт. Итак, после того, как вставили вот сюда вот порт, ищем сервер. Сервис, вот, 42 строка. И потом в обе мы вставляем IP нашего сервера. И Анархия тоже самое. Давайте сохраним контент. Ну, Save Content нажимаем. Потом переходим обратно сюда. Лобби. Копируем адрес. Скопировано. Опять переходим в Велосити. Файлы. Велосити.tomal. Так. Анархия у нас это вот это вот. Ой, нет, это лобби получается. А Анархия... Сейчас мы еще раз переходим во все сервера. Гейм режим. Файлы. Ой, не файлы, а консоль. Копируем адрес. Потом опять Велосити. Файлы. Велосити.tomal. И... Ой, что-то я пролистнул. И вот сюда вот мы вставляем. Один раз только. Все, нажимаем Save. И все, считайте. Велосити мы уже практически готовы. Смотрите, давайте немного разберем. Банжи Гуард нужно для того, чтобы очень хорошо защитить свой сервер. То есть лобби и выживание. Также это будет хорошо для Велосити. Вот это оставляем все как есть. Но вот это очень обязательно вставляйте именно в свои порты. Если вы ошибитесь хотя бы на одну цифру, то все, ничего у вас не сработает. Переходим опять в файлы. И заходим в Forwarding Secret. И вот здесь вы можете любое абсолютно написать. Хоть вообще любые цифры, буквы. Желательно типа такого. Что-то хорошее такое. Может длинное, может короткое и так далее. Но я оставлю все по дефолту, как тут стоит. Все, сейв. Обратно файлы. И все. Просто запускаем сервер. Ну, Велосити получается. Все, сервер уже запустился. Кстати, в файлах вы можете заметить, в плагинах. Потому что тут уже все плагины абсолютно настроены. Либо API, либо Aundle, либо Fittal. Ничего скачать дополнительно не стоит. Но если хотите, можете скачать. Итак, теперь переходим к самому лобби. Итак, тут тоже все очень просто. Можете также любую Java вставить. Давайте я буду уже на 1.16.5 снимать это видео. Ну, именно на лобби. И теперь поставим Java. Заходим в файлы. Также лобби будет в описании там. И также разархивируем его. Нажимаем на три полоски. Он архив. Ждем. Потом лобби zip удаляем. Delete. Как видите, тут все есть. Пайпер, Пурпур, Спигот. Как вы хотите, можете использовать версию. А для того, чтобы загрузить свою версию, переходите просто в Google. Ищите там версию и ядро для своего сервера. Все удаляете. Ну, как все. Можете только Спигот, сервер, Джар. Можете удалить и все. Если у вас тут будет только две, то вы просто удаляете. И ставите свою версию. Получается, уже готова сборка лобби. Вот, тут все уже есть. Спавн, плагин и так далее. Давайте переходим теперь в плагины. И видим Bungie Guard. Как помните, я говорил, что в VeloCity есть это. Итак, переходим сюда. И потом нажимаем config.yaml. И на четвертой строке, которую вы видите, Allowed Tokens, выставляете сюда ключ, который был у вас в секрет. Вот это же выглядело. У меня он по дефолту. Давайте еще раз перейдем в VeloCity. Вот он уже включен. Файлы. Secret. Где есть? А, Warf Forged in Secret. Просто копируем. Ctrl-C. Консоль. Ой, не консоль, а вот сюда. Лобби. Файлы. Плагинс. Bungie Guard. Config. И вот сюда просто вы вставляете. Но у меня, как видите, ничего не изменилось, потому что у меня все было. Bungie Guard вообще нужен, чтобы никто не зашел через сам лобби. Через закрытый, получается, порт. Или на сам режим сразу, только через VeloCity с проверкой на бота и все такое. То есть, если он зайдет сразу на выживание или на лобби, то вам напишут, вы должны зайти на через VeloCity вернее. И вот так вот. Давайте нажимаем save файлы, консоль. И все, просто запускаем наш лобби. Видите, все, сервер запущен спустя 35 секунд. И теперь переходим в гейм-режим. Там нажимаем на стартап, Java 16, файлы. И вот это, смотрите, сейчас буду при вас все настраивать. Delete. Удаляем. Набиваем вот так вот в гугле. Вот сюда переходим. И ищем нашу версию, которая нас интересует. Вот наша версия 1.16.5. Просто копируем. Ctrl-C. Вот сюда вставляем. Вот так вот. И ждем загрузки. Потом это все закрываем. Ждем пока загрузится. После загрузки перекидываем вот сюда. Ждем загрузки. Теперь нажимаем на, получается, rename. И jar оставляем. И сюда просто приписываем сервер. Rename. И все. У нас теперь есть ядро. Запускаем, нажимаем консоль. Старт. И ждем запуска. Предусвечиваем такого окна. Нажимаем iAccept. И ждем. При запуске сервера заходим в файлы. И скачиваем плагин VeoVersion. Вот я его уже скачал. Для удобства для сервера. Переходим в плагин. Загрузки. VeoVersions перекидываем. Ждем. Консоль. И рестарт. Потом переходим обратно. Лобби нажимаем. Также файлы. Плагинс. Но в плагинах тут уже VeoVersions есть. Так что мы ничего устанавливать не будем. Переходим обратно в гейм режим. Смотрим запустился или нет. Так. Заходить бы я на сервер буду с версии 1.16.5. Но вы сможете с любой с помощью VeoVersions. Но на VeoVersions по-любому любой. А с помощью VeoVersions на лобби и гейм режим с любой. Итак. Переходим в Minecraft. Вот я вставил IP лобби. Подключиться. И как видите. Вы должны зайти через VeoVersions. И не получает. Но в сборке, которая будет в описании. Будет вот так вот все изменено. Файлы. Все то же самое. И так далее. Так что следите все через описание. Там вся будет. Ну так вот. Переходим на VeoVersions. VeoVersions. IP адрес VeoVersions. Вставляем. Подключение. Все. Подключаемся. И регистрируемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О, О, О. Ну вы конечно получше пароль делайте. У меня вот такой пускай будет. Так. Успешная регистрация. И смотрите. Сразу перекидывает в лобби. Все. Сразу. Сразу. Если вы поменяете лобби и там гейм режим местами. То вас перекинут сразу в гейм режим. Но. Не забываем. Перед тем как перейти в сам VeloCity. Через там все сделать. Заходим в гейм режим. У вас это может подруга называется. Файлы. Сервер Properties. И ищем там вот онлайн мод. Где тут онлайн мод. Где-то в самом низу вообще должен быть по факту. Ищем онлайн мод. Просто давайте Ctrl F. On. Ли. Вот онлайн мод. Ставим на false. Сохраняем. И теперь еще файлы. В плагинец мы закидываем Bungie Guard. Архив на Bungie Guard я оставлю так же в описании. Перекидываем сюда этот архив. Потом так же он архив. Удаляем. Zip. И все. Считайте Bungie Guard у нас есть. Проверяем. Все. Да. У нас Allowed Tonkis. Все есть. Все отлично. Переходим обратно в консоль. Рестарт. И ждем перезагрузки сервера. Потом. Когда он перезагрузится. Заходим Minecraft на версию 1.16.5. И через Velocity. Конечно же. Давайте скопируем сейчас айпишник. И зайдем. Вот сюда копируем адрес. Подключиться. Я уже зарегистрирован. У вас там попросятся зарегистрироваться. Регистрироваться. И вот смотрите. Меня перекинуло в лобби. Перед тем как запустить. Перед тем как запустить сам режим. Переходим в spigo.yaml. Тут ищем Bungie Guard. И тут ставим True. Ну True. 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 Переходим в консоль. И также запускаем сервер. Итак. После всего сделанного. Ждем пока сервер запускается. И переходим на версию 1.16.5 в Minecraft. Итак. Переходим в Minecraft. Копируем ссылку. Подключиться. Это кстати Velocity. Я уже зарегистрирован. Вошел в аккаунт. Все. Теперь переходим. Вот сюда. Вот сюда. Вот к ней. И вот самый первый режим. Эти не работают. Сервер разработки. И вот. Все. Ждем. Все. Реально работает. Все. Мы в обычном мире. Как мы и планировали. Все у нас подключено на этот IP адрес. И кстати. Давайте попробуем отключиться. И зайти чисто на выживание. Если мы войдем сразу на выживание. Подключиться. Вы должны зайти через Velocity. Ну. Все у нас работает. И все сделано. Ну и в этом видео показал. Как настроить Velocity. Самым легким способом. Все оставлю в комментариях. В описании. И все вот эти архивы. Которые я использовал. Также в описании. Ну. А если вам понравилось. Если я помогу в этом видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был я. Мулык. Всем удачи. И всем пока.